МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как утверждает заказчик, подрядчик уже получил оплату в размере 97%, не выполнив при этом весь необходимый объем работ. К слову, всего на реконструкцию многострадальной улицы направят 1 миллиард 122 миллиона рублей. Это на 141 миллион больше, чем планировали изначально. В ходе довольно-таки жесткого разговора эксперт ОНФ Светлана Калинина четко дала понять, срок окончания всех работ на гражданской – 23 июня этого года, и ни дня больше. Если вы его не закончите к 23 июня, и будут у нас с вами нарушения, то я пересчитаю всю сметную стоимость всего проекта по всем КСКам, и поверьте, я знаю, где брать какие пробы. За два с половиной года проектная документация проходит госэкспертизу уже в четвертый раз, но до сих пор не утверждены техническое и сметное его части. Свою защиту подрядчик объясняет. К примеру, столкнулся с необходимостью срочно решить ряд технических вопросов, чтобы, наконец, приступить к работе по нечетной стороне улицы. На экспертов из Москвы, понятно, подобные оправдания действия не возымели. Я люблю работать честно. Если я вижу, что подрядчики играют с какими-то, как на школе, меня это не устраивает. Поэтому, если есть такая же история, начинаете испытывать терпение, а еще больше карман государства, то, извините, я на той страже тоже стою вместе с прокуратурой. Светлана Калинина в ходе встречи не раз подчеркивала. За очередной срыв сроков сдачи объекта спрос будет серьезный. Строители обещали успеть, в который раз. Сейчас ремонтная бригада восстанавливает дорожное полотно после оседнего переустройства инженерных сетей и сооружений, где образовались деформации. После этого дорогу, наконец, покроют асфальтом. Конечно, успеем. Вы же видите, везде у меня на сегодняшний день работает 5 единиц техники, эскаваторов только, 10 самосвалов. Это достаточно. Плюс еще субподрядчик, который тротуар ложит 3 эскаватора. Я думаю, тут уже все, хватит. На этой неделе все, большинство работ завершаем. У меня потом фреза придет уже в середине мая и укладчики. Мы видим, что вот опять уже готовится тротуарная сеть по правой стороне. Темп достаточно хорошо. Работают три бригады, постоянные. И останется заменить верхний слой асфальта, который будет где-то произведен в середине мая. После чего нанесется разметка. И, в принципе, мы будем готовы к сдаче объекта. После окончания реконструкции с подрядчика компании «Дорис» ответственности никто не снимет. Она берет на себя обязательства по гарантийному содержанию дороги. Какая программа ждет чебоксарцев в День Победы? Этот вопрос обсудили на еженедельном совещании в столичной администрации. Подготовка к значимой дате идет полным ходом. Например, сейчас в городе благоустраивают основные площадки, на которых пройдет празднование. А также ремонтируют и приводят порядок памятники. На Красной площади появилась четырехметровая звезда Победы. Флагами и символикой уже украшены остановки общественного транспорта и центр Чебоксар. Праздничные мероприятия в городе начались 5 мая. В этот день на Красной площади прошел парад дешкалят и юно-армейцев. 7 мая можно будет бесплатно посмотреть военные фильмы под открытым небом. Сам же День Победы начнется с церемонии возложения цветов. В полдень состоится торжественный митинг и прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники. Жителей и гостей столицы республики ждет насыщенная музыкальная программа. До самого вечера на Красной площади будет идти праздничный концерт. А в 22 часа прогремит традиционный салют Победы. Вот этот дом стоит в 42-м году. Это реакция Светланы Калининой на сообщения чиновников о том, что разваливающемуся на глазах дому предстоит ждать капитального ремонта только через 20 лет. По какому основанию такой дом мог попасть в программу 42-го года? То есть в 43-м заканчивается ремонт на самый последний момент. Картина открывается впечатляющая. С этого ракурса кажется, будто здания уже начали сносить. Кирпичная кладка стены обрушилась. А ведь здесь живут люди. В 180 комнатах 270 человек. Как говорят жители, много и детей. В краткосрочных планах пока ремонт у этот дом значился. И начать работу здесь должны были в 23-24 годах. Как давно вот это происходит? Нам обещали в 22-23 год сделать стену. Нам каждый раз обещали. Вообще обещали полностью тонком ремонт сделать. Не лучше и внутри. Устрашающие душевые, из которых только одна кабинка рабочая. Стены, потолки, расслаивающаяся штукатурка. Смотри, вибрация. У меня даже отдача в руку идет. Управляющая компания много лет пыталась исправить ситуацию. Была проведена экспертиза о необходимости работ. Собран пакет документов и отправлен в фонд капитального ремонта. Оттуда УК получила письмо о том, что собираемость в доме недостаточно. Менее 95%. Так что срок капремонта можно и подвинуть. Я везде сделал запросы. Мне везде ответили, что мы не можем. Я не сказала, что ты бездействовал. Я вас понял. Но я в 22-м году, когда уже понял, что мне все не переносят сроки, я сначала устранил причину. Но это было в сентябре месяце. В зиму я стену разбирать не буду ни в коем случае. Как только зима у меня закончилась, зимний период, я в 23-м году сразу приступил к работам. У главного эксперта страны по ЖКХ все это вызвало недоумение. По ее мнению, никакой капремонт тут уже не поможет. Дом необходимо признать аварийным. Как бы ты его сейчас капитально не ремонтировал, он восстановлению не подлежит в принципе. Была здесь и комиссия, которая признала дом неаварийным, хотя полноценного обследования, по словам директора УК, не было. И заключение касалось только инженерных сетей. Светлана Калинина раскритиковала подобный подход к работе и напомнила, три года назад вышло постановление правительства России, по которому программа капремонта должна была быть пересмотрена. В нее необходимо было включить дома, не учтенные ранее, но требующие к себе особого внимания. Такие дома должны были на краткосрочные планы быть передвинуты, в ближайшее время, где срочно требуется замена конструктива, в каких-то ремонтах, чтобы меньше домов становилось аварийными. Жители дома, между тем, уже сейчас ждут конкретных действий. Уже начала работать с управляющей компанией. Она сняла верхний слой, который начал оставаться, декоративный слой. Его сегодня убрали. Будет подготовка к замене. Внутри также будут проводиться работы по улучшению. Светлана Калинина со своей стороны тоже пообещала жителям начать работу по этому дому. И что я буду делать? Это министр ЖКХ и строительства Российской Федерации, которому однозначно по Чувашской Республике пойдут мои документы. С прокуратурой сегодня мы нашли соприкосновение. Мы привезем сюда из Москвы независимого эксперта, который сделает заключение именно по этому дому. Ну а результатов всех этих действий людям снова придется подождать. Главное, чтобы дом выстоял. Что такое кают-компания и почему время в море измерялось по рынде – корабельному колоколу? На сторожевом корабле Чебоксары прошла экскурсия для детей и семей добровольцев, участников СВО. Совместно с администрацией города ее организовала молодая гвардия. Корабельный колокол – это своего рода часы. В тюрьме в море раньше измерялось по рынде. Каждые 30 минут матрос переворачивал песочные часы и сигнализировал об этом в колокол. Далее сердце корабля – рулевая рубка. Здесь стоял капитан и управлял судном. А на палубе повыше располагались смотрящие. Черные силуэты кораблей и истребители нарисованы именно для них. По этим изображениям наблюдатели определяли типы судов, которые приближаются к сторожевику. Но особенно ребятам понравилась артиллерийская установка АК-630. Я в первый раз был на корабле и мне очень понравилось. Я ведь много узнал о том, как он устроен и что на нем происходит во время штурма и когда они плавают. Мне понравилось, что здесь разрешили все потрогать, не как в обычных музеях. Здесь можно было посидеть, потрогать кнопочки и поднажимать. Еще нам также показали кухню и ванны. Сегодня в преддверии праздника Победы мы организовали экскурсию для детей и добровольцев, которые сейчас защищают нашу родину, участвуют в специальной военной операции. Это не первая акция, которую мы проводим для детей. Считаем, что она очень важная. Совсем недавно мы устраивали экскурсию в музей космонавтики на День космонавтики. В дальнейшем также планируем проводить такие акции. Считаю, что поддержка и внимание детям, участникам специальной военной операции, она необходима. Знаю не понаслышке, так как сам недавно вернулся с специальной военной операции. Великую Отечественную Евгений Беляев участвовал в сражениях на Воронежском, Ленинградском, Украинском и Прибалтийском фронтах. А началось все с того, как в 1942 году его забрали в ряды Красной армии и первым делом отправили в учебную танковую дивизию, которая располагалась в Вологодской области. Там тогда готовили специалистов, которые будут разбираться в военной технике, что поступало к нам из Англии. Часто говорят, что бросали в бой неподготовленных и бойцов, и влажных командиров, и специалистов. Нас обучали почти целый год. Только в 1943 году обучение было завершено, в конце концов, и были сформированы танковые экипажи. И направили тогда в Нижний Новгород. Сюда из Мурманска поступала английская техника по известному договору о Лизе. В итоге после обучения Евгений Беляев стал частью танкового экипажа, как радиотелеграфист. Он воевал на самом крупном танке МК-4, который солдаты называли «Черчилль». Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу и за победу над Германией. В феврале этого года Евгению Григорьевичу исполнилось 99 лет. Тем не менее, ветеран находит в себе силы, чтобы передать молодому поколению ценные знания, факты истории, очевидцем которых был сам. Представители Российского Союза ветеранов констатируют, раньше постоянно вели активную работу с подрастающим поколением, периодически устраивали подобные встречи. Сегодня пообщаться воочию с участником военного лихолетия – большая редкость. Это дорогого стоит. Это великие люди. Таких людей, наверное, очень трудно найти. На сегодня, к сожалению, у нас в нашей организации осталось, будем так говорить, три человека, участников Великой Отечественной войны, которые могли бы так прийти, рассказать и так далее. В благодарность за интересный рассказ ребята подарили Евгению Беляеву фиалки, которые они вместе с воспитателями посадили и вырастили в детском саду. Прочитали стихи на военную тематику и подытожили встречу с ветераном, исполнив легендарную песню «Катюша». В эти выходные жители и гости столицы Чувашии уже могли полюбоваться красотой городских фонтанов. Их сезон открыт в Чебоксарах. Одним из самых популярных среди горожан считается светомузыкальный фонтан на Красной площади. Ярко подсвеченные веера и струи воды будто танцуют под музыку. Завораживающее зрелище привлекает и внимание туристов. Здесь используются 154 светомузыкальные форсунки с высотой струи до 7 метров. Похожий фонтан радует горожан у кадетского корпуса. Всего в столице Чувашии 15 фонтанов. Традиционно их включают в начале мая и работают они до конца сентября. Эти сооружения потребляют более 40 тысяч кубометров воды. Расходы на их ремонт и содержание в этом году составят более 18 миллионов рублей, рассказали в мэрии. Фонтаны обслуживают 16 машинистов, а также электрики и слесари. Хотелось бы еще раз напомнить родителям, не допускайте своих детей. Нельзя купаться в этих фонтанах, нельзя бросать мелкие предметы. Это очень затратным обходится ремонт этих фонтанов, потому что эти мелкие частицы забивают всю нашу систему подачи воды. Приходится разбирать все эти насосы, вытаскивать все эти игрушки, которые бросают дети. Сегодня ремонтные бригады работают на шести столичных участках. В микрорайоне Финская долина энергетики демонтируют трубы отопления. Как правило, квартальные сети – ровесники домов. Здесь они прослужили без малого 40 лет, поэтому состояние их оставляет желать лучшего. Сейчас предстоит заменить четыре нитки трубопровода по 100 метров каждая. Новые трубы уже доставили на участок. Они больше диаметром, что увеличивает пропускную способность теплосети. А система оперативно-диспетчерского контроля позволит отслеживать состояние трубопровода в режиме онлайн. Для жителей удобства нет, так как отопительный сезон закончился, и мы занимаемся пока отоплением. Когда будем заниматься горячим водоснабжением, это вполне нормально. Это будет сделано все это быстро. Проблемы на участке под перекладку определяет статистика повреждаемости, рассказывают специалисты. Чем больше нештатных ситуаций на объекте, тем раньше его включают в план работ. Как, например, это надземная теплотрасса по улице Коллективной. Невооруженным глазом видно, что воздушка, протянутая полвека назад, морально устарела. Изношенность труб высока. Хомуты буквально на расстоянии нескольких метров друг от друга. Задача на ближайшие дни – обновить порядка 640 метров труб. Трубопроводы отопления меняются без отключений, потому что это потребитель уже не почувствует. А трубопроводы горячей воды будут меняться поэтапно. Там заготовки сделают на участок, остановку берем на один день, меняем. Потом включаем потребителей. Это все делается в течение рабочего дня. И дальше вот так этапами до полного завершения этого участка. Масштабная модернизация коммуникаций стала возможной благодаря концессионному соглашению. Все работы идут в соответствии с установленным графиком. Энергокомпания вышла на нормативный объем перекладки тепловых сетей, что позволит остановить их старение. План этого года по Чебоксарам – более 29 километров труб. Но энергетики настроены его перевыполнить. Вот эти 29 километров, они взяты из норматива 4% в год, чтобы менять. Чтобы в течение 25 лет полностью все заменить. В связи с большой перекладкой, а также предстоящими гидравлическими испытаниями теплосетей, которые стартуют 10 мая, энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Завершить монтажные работы в энергокомпании намерены к сентябрю. Новый пункт полиции открылся в столичном микрорайоне «Серебряные ключи». Там проживают 8 тысяч человек. До этого людям приходилось обращаться по всем вопросам в отдел, располагавшийся на улице Патриса Лумумбе. Однако здание находилось в аварийном состоянии, его пришлось закрыть. Теперь жители «Серебряных ключей» могут приходить к участковому в новое благоустроенное оборудованное помещение. Его приобрела администрация города за 4 миллиона рублей в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения». Планируется, что микрорайон будут обслуживать четверо участковых уполномоченных полиции. Но пока в штате два специалиста. Мы взяли эту практику уже, строить в микрорайонах. Мы открыли пункт полиции уже в новом городе. И следующий у нас будет в Северо-Западном, по улице Лукина. Хотелось бы обратить внимание жителей микрорайона и вообще всего города Чебоксары на проблему бесконтактного хищения денежных средств. Вот как раз эту работу участковые будут проводить на своем административном участке, доходчиво объясняя гражданам про все возможные способы хищения денежных средств. Напомню, что в целом за три месяца текущего года порядка 50 миллионов рублей было похищено у жителей города Чебоксары. Редактор субтитров А.Семкин